всем привет канала продвижна связи где видео где видео до 3 недели пропусков и сегодня видео с коллекции огурцов внизу под видео будет как я их кормил как себя чувствует коллекция насчет густоты стояния на метре квадратном и сейчас дальше продолжение видео к нам приехал селекционер голландии у нас отбор лучших гибридов для второго оборота огурца там будет очень интересная турецкая коллекция смотрим как идет отбор гибридов для наших условий выращивания всем привет у нас здесь коллекция огурцов и семеновод с голландии оценивает коллекцию коник у меня хвостов next week здесь и страйд сейчас смотрим лютояр от юксу так а следующий гибрид компании der reuter этом модера с каждого междоузлия 2 года одновременно наливает я здесь у нас лютояр от компании юксу нагрузка на растения модера шоу всем писал вот кого то есть по 2 2 плода но переговора стянет вы же по обрывали 52 разметка экспериментов первая повторность пятый вариант это модера модера я думаю что она уже есть в регистрации и и подали на регистрацию я думаю что просто для этого гибрида надо уменьшать густоту стояния понравился селекционеру фото вот она память так а здесь у нас гибрид у нас здесь вариант 1.6 это огурцы турецкого типа но помню в группе писали что компанией уксал нет риска типа такой тип плоды немножко темнее чем обычно длиннее вот он когда перерастает он вытягивается он не становится бочкой вот этот эти гибриды они более тени выносливые такие вытянутые и до в дальнейшем конец сентября октябрь месяц наверное ноябрь когда солнце меньше этот плод становится немножко короче короче и при этом дает дальше урожай и он становится похожи на наш типичный под который все ведь привыкли видеть на рынке вот такие вот именно россии такие гибриды он для осень я считаю самые подходящие турецкого типа они меньше требуют солнечной энергии они стоящего к себе не плавно не благоприятным фактором осени и могут давать хорош урожай здесь опять же длинные такие красивые тимур решите мы я горе из турецкого это в принципе то что должно быть честно я все нас энцюю близ ту туфру и я туфу и мой пинец из презенте лишь только чтобы вопрос насчет точки роста вот мы прищипнули точку роста здесь здесь это очень большая ошибка необходимо приспускать точку роста ней не прищипывать и приспускать все время подматывать внизу лист удалять и так то есть все время иметь свежие свежую часть растения от верха до середины которые все время подоносит и не ждать там вторую волну познашение время что была такая картина на растение вот середине до верхней части растения без прищипывания точки роста вот плоды плохо видно да плоды турецкого типа немножко такие удлиненные так опять огурцы резкого типа из диаметра здесь диаметр флористу 497 он глупый и сей ай 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 абсолютно чур я абсолютно щур н-а и тин форсы конца кажется ты вашего рынка это вот новинка на веру но в дальнейшем Я думаю, что рынок к этому огурцу будет приспособлен. Хорошо ведет себя на осень по сравнению с другими известными гибридами. Хорошая загрузка. Пожалуйста, дайте мне меньше материала, потому что я не знаю, что я хочу выбрать. Но это плохое или нет? Этот гибрид хороший, почему плохое? Темный, насыщенный, здоровый, клещами не поражается, трипсами не поражается, сильная корневосистема. Осталось только, чтобы покупателю понравился сам плод. Это был 8,6,9. Это следующий гибрид. Да, камера, конечно, такая вся. Следующий гибрид. Тоже, опять же, длинный. Это акцент на такие воды. Сейчас будем их срывать, смотреть в коробках эти воды. Ну, красивый, вкусный, сладкий, все хорошо. Нет пустот в середине, но как вас примет рынок, это больше вопросов. Так, здесь у нас продолжаем смотреть две коллекции. Здесь у нас с 1 по 16 номер коллекции в двух повторностях. А вот справа от меня, здесь я залаживаю эксперименты. Эксперименты. Здесь разное высота стояния на метре квадрата. 2,2, 2,5, 2,7,3. Внизу под видео будет урожайность по этим позициям, по этим вариантам. И можно будет посмотреть, какая высота стояния на метр квадратный в летний осенний период самая актуальная. Так, вернусь к селекционерам. Вот эти огурцы турецкого типа. И последний номер 16. Это вроде бы северин, да? Северин? Да, это северин. Северин имеет сильное растение, здоровое растение. Плод вылесит красиво. Ну, не самый урожайный, не самый такой. Хорошая такая серединка. Но северин может со временем терять шип, плод, но не блеск. Я не уверен, что это северин. Коллекция по гибридам посажена на 2,5 растения на метр квадратный. Такое сведение, что я принял для себя. Северин. Красивый плод. Но не самый урожайный. В моих условиях. Может быть у вас будет лучше. Так, а это у нас 2,9 коллекция. 2,8,5. 2,8,5. Вторая повторность пришла к коллекции. Я согласен с тобой. Это больше... Плод урожай. Хорошая характеристика. Мощность растения. Он говорит, что вы обрывали все пасынки. Если бы были пасынки, тогда было бы видно, насколько оно мощноросло. Подскажи, какой номер? 211? 211. То есть пасынки в верхней части растения? 8,6,9. Да. Если бы не убирали пасынки, тогда было бы видно, как бы растения, с которыми меньше делать зеленых операций или больше делать зеленых операций. Сейчас, к сожалению, мы этого не сможем посмотреть. Может быть в другой какой-то локации. Это моя преференция. Также в Голландии. 11. Любимый? Да. 8,6,9. И мои два. После 12. Окей. Окей. Типа лучше, да? Ну, это... Ага. Ему в Голландии нравится вот этот. Ну, реально... Ну, так вот два, когда висят... Ну, действительно... Ну, нормальный. Это пока что... А номерной? Да. И мы с тобой тоже отмечали 11-й номер. Да. Это хорошо, но... Хороший, хороший. Но это только один план. Шип... Ну, шип светлый, да? Нет, шип нормальный. Это были бы некоторые шипами белыми. Но это было бы позже. Окей. 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 Ты не можешь победить. Я очень хорошо. Окей, следующий. 12. 12. 12. Более. 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 Красивый гибрид. Пока что без названия, номерной, но... Тёмный плод. Шипы. Со временем солнце будет меньше, и он станет немножко такой более похож на типичный, который все хотят видеть плод на рынке свежим. Так же внизу под видео будет схема, как я его кормил, сколько чего давал. И, в принципе, на этом всё. Сейчас ещё сниму, как в коробках мы их выложим, как мы на них смотрим, как выбираем. Всё-таки коробка, когда 16 гибридов с разных вариантов, позиций. Там они выглядят совсем по-другому. У кого-то свежие гибриды, у кого-то немножко такой, будто день полежал. Кто-то блестит, кто-то нет. Сейчас это всё будем смотреть. Вот так происходит подбор лучших гибридов для наших условий. Здесь представлены Энза Заден, Юксел, Сэйменис, Де Ройтер, Риксван, Нунэмс. Ну, то есть коллекция сильная, и вот здесь идёт подбор на те, которые подходят для наших условий. Вы объяснили, что мы должны выложить PCM-3 в типичной оборудовании. Это типичная оборудование. А теперь выложим ящики. Первый номер, второй, третий, четвёртый, пятый, седьмой, восьмой, девятый и пол, шестнадцатый номер. Тут 136. Теперь можно увидеть, как они отличаются друг от друга. Так, с первой по восьмой позиции уже убрали. Вот эти наши турецкого типа. Ну, очень симпатично. Здесь, здесь где-то, это вроде бы лютояр третий. Нет, третий. А, нет, третий до Бёрн, а это у нас лютояр. Ну, такое. На любителя. Так, уже все гибриды собраны. Сейчас выложим их, чтобы можно было их сравнить. И увидеть, как они, какой у них товарный выход. Вы именно в таре. 40-97, Мандерлен, Бёрн, Тутояр, там дальше ещё пошли. Ну, и здесь вот турецкого типа, такие длинные. Здесь. И вот здесь. Для первого оборота они в коем случае не подходят. А вот второй оборот, это они позже не вытягиваются, они слаще. Они более-таки твёрдые, сохраняют долготоварные качества свои. Это вылез турецкого типа. Возможно, каждый рынок будет готов. Вернее, будет вылез востребованный. Тогда можно получить хороший урожай. С меньшими затратами на защиту. От вредителей и заболеваний. Да. Типа бишь стандарты. Один, два. У вас там что-то бегает двоечка на лесах. Да ничего страшного. Два грамма для нас. 65. 19,5. Батт-шип. Да. Я предлагаю, что не принимать. Не принимать. Не принимать. Не принимать. Не принимать. Не принимать. Да. И мы после этого сделаем фотографию. 65. Батт-шип. 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 Невозможно. Оно все время будет лучше, лучше, лучше. Типа достигли чего-то классного на второе место. Потому что все время будет какое-то улучшение. К примеру номер 14 поставили это место. по форме. Но в этой же время и в этой же время. К примеру у нас интересно 3-4 Бёрн. Бёрн или Лютаяр. 4. Ну форма Убёрн на 6 место. Лютаяр на 5 место. Лютаяр типа вроде красивее формы. Акраса может быть нет, но форма красивее. Так, а теперь идет внешняя оценка цвета плода. И выставляем баллы. Да, да. Лучшие, худшие. Ну в принципе на этом все. В том конце мы выведем баллы. И будем смотреть какой лучший гибрид для нашего. рынка для наших условий выращивания. По урожайности, по внешнему виду плода. И устойчивости растения к заболеваниям. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь этим видеороликом. А пребудет с вами Аградвиш.